К другим темам. Сегодня в Казани температура воздуха изменилась буквально за считанные минуты. Ураган, который пронёсся над городом, срывал крыши, град разбивал стёкла машин, а улицы превратились в реки. Пострадали 19 человек. Об ударе стихии в репортаже Светланы Костиной. С утра аномальные для сентября плюс 27, после обеда настоящий ураган. На этих кадрах видно, какой силы был ветер. МЧС успела предупредить о стихии. В СМС-рассылке сообщалось о сильном ветре 27 метров в секунду. Днём пошёл ливень с градом. В некоторых районах Казани градины были размером до 2 сантиметров. Буря налетела за считанные минуты. Огромный кусок кровли с дома упал прямо на автобусную остановку, где в эти минуты находились очень много людей. Они ждали автобус и троллейбус. В результате пострадали 10 человек, среди них грудной ребёнок. Все они госпитализированы. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии шока. С ними работают психологи. Два человека в реанимации, а одну женщину оперируют до сих пор. Большинство травм головы, лица, травмы конечностей есть. Состояние на всех оценивается как средняя степень тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. От остановки практически ничего не осталось. Задача до утра убрать обломки кровли. А жителям дома в ближайшие дни придётся провести без электричества и собирать воду в тазы. Пострадали жильцы практически всех подъездов. Поднялся очень сильный ветер. Причём я была в это время на кухне и видела всё это. Вы знаете, это было не больше минуты. Сильнейший ураган. Стало ломать рекламу на крыше нашего дома. Потом понесло всё вниз. И на стоянку, там где люди стояли. Вот я не знаю, наверное, пострадал кто-нибудь. Ущерб подсчитывают и автовладельцы. Деревья и куски кровли повредили десятки машин. Некоторые оказались в настоящем железном плену. Водителям понадобилось несколько часов, чтобы освободить транспорт. Крышу сорвал, ураган поднялся. Ну и вот видите, машину повредил. Фара, капот, оба крыла, бампер, стекло, крыша. К вечеру дождь стих. Вот только автомобилисты часами добирались до дома. Десятибальные пробки и реки на казанских улицах. Ущерб город будет подсчитывать уже завтра. Светлана Костин, Олег Матюшин и Анатолий Минеев. Первый канал. Казань.